Всем привет! С вами канал Дневник Системного Администратора и сегодня мы поговорим о том, почему диск загружен на 100% в Windows 10. Часто возникают проблемы с загруженностью диска на 100%. Компьютер начинает медленно работать или когда вы переходите в диспетчер задачи, то замечаете, что диск загружен на 100%. Какие это могут быть причины и в каком случае что нужно делать? Бывает 4 причины загрузки диска на 100%. Например, вы перестановили систему, с диском полный порядок, установлен только базовый набор программ, вроде бы все хорошо, но не совсем. По простому говоря, жесткий диск начинает зависать, а в диспетчере задач мы можем увидеть, что загрузка диска возросла до максимальных 100%. Давайте рассмотрим, почему диск так сильно загружен и проверим кратковременно ли это ситуацией. Вызвано какими-то действиями работающих программ, либо же проблема имеет продолжительный характер и как ее решить. Первое, что может повлиять, это поисковая система Windows и индексирование файлов. В Windows 8 уже и в Windows 10 причиной может стать ситуация, когда поисковая система втягивается в зацикленный процесс, в результате чего увеличивается нагрузка на диск при поиске файлов и ее, к счастью, можно отключить вручную, остановив этот поиск. Для этого открываем поиск, вводим сюда командная строка, запускаем ее от имени администратора и вводим вот сюда вот такую вот команду. NetStop Windows поиск получается. Нажимаем кнопочку Enter. После выполнения данной команды закрываем, открываем наш диспетчер устройств и смотрим на загруженность нашего диска. После этого должно остановить поисковый процесс и загруженность диска снижается, например, до определенного параметра, который будет для вашего компьютера хороший. Тем не менее, проблема, конечно же, может повториться через некоторое время, особенно если в компьютере установлен старый диск и система имеет проблемы с индексированием файлов. Тогда можно полностью отключить индексацию, несмотря на то, что это в какой-то мере замедлит процесс поиска файлов в вашей системе. Конечно же, это отобразится на быстродействии. Для того, чтобы отключить индексирование, нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и вызовите окно Выполнить. Затем нужно будет ввести команду. Нажимаем Windows Plus R и вводим команду Service. Открылась наша команда и теперь нам нужно найти Windows Поиск. Ищем здесь. Как видим, здесь у нас Windows Поиск. Нажимаем на нее. Естественно, останавливаем. И отключаем данную службу. Нажимаем кнопочку Применить. Ок. Все, после этого данная служба у вас запускаться не будет. Также диск может быть сильно загружен службой SuperFetch. Ее влияние на работу Windows носит двоякий характер. В большинстве, конечно, случаев она положительно влияет на работу системы, как в последних версиях Windows 10, так и в более ранних версиях Windows 8 и 1. Но на некоторых компьютерах вызывает проблемы, в том числе и чрезмерную загрузку диска. Ее также можно полностью отключить, как и индексирование файла в разделе системных служб, которые мы только что вызывали с помощью команды Service. Давайте откроем Windows Plus R, введем снова Service и найдем команду SuperFetch. Как видите, команда выполняется, можно ее остановить и, естественно, отключить. Закрываем все это дело и проверяем в нашем диспетчере задачи, как у нас снизилась нагрузка на жесткий диск. Следующим, конечно же, этапом это нужно сделать проверку антивирусом. Часто жесткий диск загружен на 100% вследствие заражения компьютера вредоносными программами. В диспетчере задач Windows 10 можно отсортировать загруженные процессы в колонке использования диска. Для этого просто нажмите на диск для сортировки различных процессов. Если диск у вас загружен на 100% по каким-то неизвестным процессам, то можно попытаться его отключить. Если вы не знаете, какая программа отвечает за этот процесс, можно ее удалить. Тем не менее, если это неизвестный файл .exe, особенно его процесс нельзя завершить по причине отказа в доступе. Следует проверить компьютер на вирусы. Причиной также может быть и сама антивирусная программа, которую инсталируем после установки Windows 10. Возможно, в этот момент она сканирует диск в вашем фоновом режиме. В этом случае подождите, пока она завершит установку и проверку всех ваших файлов. И посмотрите, насколько он будет загружен. Если антивирус постоянно сильно загружает жесткий накопитель, то его следует заменить на другой. В свою очередь, для удаления вируса, рекомендую программу Malvary Beats Anti-Malvary, как я уже рассказывал в некоторых видео. Это отличный инструмент, который обнаруживает много вредоносных и шпионских программ. И эффективно их устраняет. Следующим этапом это, конечно же, проверка жесткого диска с помощью программы Check-in Disk. Сильную загрузку могут вызвать поврежденные файлы. Если появились ошибки чтения файлов и папок, то, скорее всего, проведите вышеупомянутому процессу зацикливания во время поиска. Что же делать при наличии поврежденных файлов, вы спросите у меня. Следует просканировать диск команды Check-in Disk с дополнительными параметрами, чтобы не только выявить проблемы, но и попытаться их исправить. Для этого нам нужно запустить снова командную строку от имени администратора и ввести команду Check-in Disk. И ввести вот такое значение. Slash, F, Slash и R. Нажимаем кнопочку Enter. Как видите, сейчас наш том используется. Невозможно выполнить проверку, так как указанный том используется другим процессом. Следует выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы. Нажимаем Y и после перезагрузки система начнет сканироваться для проверки жесткого диска, потому что под операционной системой всегда может быть некорректно проверен ваш диск. После проверки перезагружаем компьютер и проверяем, на сколько процентов загружен ваш накопитель. Также источником проблем может быть и сам диск. Если используется старый какой-то жесткий диск, который возможно уже и поврежден, то он может загрузить систему Windows и произвести к замедлению компьютера. Его следует конечно же проверить на БЭТ сектора, например программы Victoria или MHDD, после посмотреть на сколько он загружен. В случае множественных повреждений стоит подумать о покупке нового жесткого диска. Ну конечно же бывают проблемы и возникают наследствия неисправности к самому кабелю SATA, к которому подключается жесткий диск до материнской платы. Также не забывайте проводить дефрагментацию ваших дисков, потому что это очень полезно и тем самым ускоряет работу вашего компьютера. В принципе ребят, на этом я буду заканчивать свое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, пишите свой комментарий. Всего хорошего, до свидания, с вами был канал Дневник Системного Администратора.